Временная Турецкая Республика Временная Турецкая Республика Временная Турецкая Республика Временная Турецкая Республика 29 октября 23 года была провозглашена Турецкая Республика А в феврале 24 года в Турции был упразднен халифат Вопрос упразднения халифата достаточно полно рассматривается в книге Киреева «Истории Турции XX века» Так автор пишет, вопрос об упразднении халифата декларировал Халифт не изложен Ввиду того, что предназначенность халифата отражена в основных концепциях правительственной власти и республики Халифат как властные инстанции ликвидируется Всем членам султана халифатской семьи рассчитывалось 144 человека Запрещалось пребывание на территории Турецкой Республики Предписывалось в течение 10 дней с момента принятия закона покинуть ее пределы Важной мерой в дисламизации и европейзации общества стал принудительный перевод населения страны на ношение европейской одежды Отправившись в конце августа 1925 года в поездку в Кастамону, а затем в Инебулу Кемаль оделся в дорогу европейскую одежду А вместо традиционной папахи и халифетский держал в руках Панаму Визит он наносил в маршалской форме На встрече в муниципалитете Кастамону-Улу он поднял вопрос об одежде Нигде не сказано, что мусульмане должны носить особую, отличающую его от других людей одежду В Инебулу он продолжил разговор об одежде Почему турки одеваются не так, как во всем мире? Почему женщина не может наравне с мужчиной открывать свое лицо? Итоги этой поездки были проведены в Великом национальном собрании Турции В конце ноября того же года, когда были приняты законы О запрете носить пески по пахе, переходе к европейской одежде А также о закрытии мест религиозной деятельности и поклонения Теки и тюрбе Об упростнении общественного статуса и служителей Таких святых мест регионального паломничества и общения приверженцев народного слава Было тогда по всей стране немало В феврале 1925 года Великое национальное собрание Турции приняло решение Об учреждении комиссии экспертов для перевода Корана и других книг по исламу А также пятичные молитвы и худбы на турецкий язык Власти также распорядились, чтобы Рамазан-фост проводился без соблюдения соответствующих ритуалов Прекращение торговли и работы государственных учреждений по льву из пушек Было отменено преподавание арабского и персидского языков Это я все расскажу по тому, как интересно и увлекательно это описывает в своей книге Киреев Особенность, значимость приобрела для кемолистов эмансипация женщин Запрет многоженства, признание равных прав в семье, получение образования во время выборов В органы власти стали первыми важными шагами светской реформации прав турецкой женщины В ноябре 1928 года был введен новый турецкий алфавит, основанный уже не на арабском, а на латинском шрифте Тогда же было установлено обязательно применение турецкого языка во все деятельности духовенства Нарушение закона каралось тюремным заключением до трех месяцев или денежным штрафом до 200 лир По поводу арабского алфавита, Кемаль 9 августа, это Николай Гаврилович приводит его высказывание В 1928 года перед общественной стороны заявил, мы должны освободиться от этих непонятных нам знаков В железных тесках которых наш разум томится в течение веков Научитесь без промедления этим новым турецким буквам Обучите им весь народ, крестьян, пастухов, грузчиков и лоточников Рассматривайте это как патриотический национальный долг И 1 ноября 1928 года властям удалось провести закон о новом алфавите Таким образом, новая Турция под руководством от Тюрка В связи с изменением основ управления, отныне направленных на соответствие новому мировому порядку Западной конвентуре и политике национального объекта Мисаки Милин Отошла от прежнего религиозного узла, который она рассматривала как груз, как проблему Связывающую ее с исламским миром Оставив таким образом страны Ближнего Востока один на один со своими судьбами и борьбой Отсутствие страны значительных энергетических ресурсов В сочетании с традиционными для региона авторитарными режимами Апеллирующими к исламским ценностям Могли бы законсервировать ее осталось на многие десятилетия А Татюрк и его окружение, видимо, прекрасно понимают эту перспективу Выбрали западничество, которое, хотя и не соответствовало представлениям Значительные части населения страны все же выводило Турцию на другой уровень развития Таким образом, внешняя политика кемолистского типа является, как представляется, единственным рациональным выбором, обеспеченным в стране прогресс Дальше, переходя к вопросам внешней политики кемолистов Можно сослаться на уже упомянутую книгу Бориса Михайловича Поксферия Которая дает устройство после Турции, после Лозангской конференции А именно по Масулу и проблемы Александрского Санджака Спор о территориальной принадлежности Масула был одним из главных после Лозангских переговоров Англичане захватили район Масула в ходе Первой мировой войны И, учитывая стратегическую важность и некийные богатства, включили его в состав Ирака Ставший в августе 2020 года под мандатной территорией опекаемой Англии Турецкие власти не признали этот захват, утверждая, что Вилоед входит в национальные пределы Новой Турции Национальный обед Далее Поксферия справедливо подчеркивает Неудивительно, что масульский вопрос фактически был решен в пользу Англии Ибо она смогла использовать свое определяющее влияние в регионации А Турция вообще не была членом этой организации В таких обстоятельствах Турция снова чувствовала необходимость поддержки великой державы В то время такой державой, сохранявшей дружеские отношения с Турцией, стал Советской Россией 17 декабря 1925 года, на следующий день после принятия решения Масула В Париже между Советским Союзом и Турцией был подписан договор о нейтралитете и ненападении Ну и просто я хотела бы закончить свое выступление с следующим выводом С выводом, который опять же я цитирую по книге Николая Гавриловича Киреева Заслуживает внимания выводы, сделанные Киреевым по вопросу конфликта между секуляризмом, начатым ата-тюрком и исламизмом Ученый пишет, подводя итоги, мы убеждаемся, что в результате почти 80-летней эволюции республиканского режима в Турции Конфликт между секуляризмом и исламизмом так и не завершился полной победой светских норм Сегодня политический ислам, пройдя этапы существенных метаморфоз, обрел новый облик, новую силу и влияние И стал, по утверждению светских политиков и интеллектуалов страны, угрозой ее существованию как светского государства Лидеры ПСР заявляют, что на светскость они не покушаются, однако считают важной задачей по-новому осознать это понятие Подобная реальность возникла в стране постепенно в результате изменений, происшедших в религиозной политике светской республиканской власти в 80-е и особенно в 90-е годы Кемалийские принципы оказались не вечными, хотя и помогли стране встать на ноги, они все же уступили место умеренному исламу Общим итогом развития государства общества оказалось в начале XX века десятилетия пребывания власти ПСР партия умеренного ислама Последовательные сторонники светскости называют этими метаморфозы капитуляции перед влиятельными и многочисленными активистами политического ислама В результате от принципов кемалийской секуляризации мало что осталось Вместе с тем, подчеркивает Кирилл, пока действует Конституция 1982 года, сохраняется светский режим Власти даже заявляют, учреждена новая для республики модель, власть исламистов светское государство Отныне поставлена задача учреждения единства светскости и ислама таким образом, чтобы в основе этого единства лежала исламская цивилизация Пусть обновленная, даже модернизированная, с высокими технологиями в экономике и полноценной демократии Благодарю за внимание